Случайности пострадавших нет, хотя автобус с гуманитарным грузом, как вы уже сказали, ехал в Славянск через поселок Артемовск. В этот момент по нему со стороны украинской армии открыли огонь с 30-ти миллиметровых снарядов. Люди успели убежать, затем по автобусу пальнул танк. И вот эти эксклюзивные кадры, которые вы сейчас можете видеть на своих экранах, сняли ополченцы на видео. И они нам рассказали о том, что в автобусе гуманитарного груза не было, была только вода. И люди успели скрыться, которые находились в этом автобусе. Что касается обстановки в Славянске, сегодня по-прежнему продолжалась массированная бомбардировка по окраинам, по Семеновке, по Черевковке. На данный момент в городе такая передышка, пауза и взрывов не слышно. Новый мэр Славянска Владимир Павленко сегодня, если так можно выразиться, получал благословение в Донецкой Народной Республике. Его сегодня официально назначили. Завтра у него первый рабочий день. И он обещал по приезду дать первый комментарий нашей съемочной группе. Вот мы его ждем с минуты на минуту здесь, в Славянске. Бывший народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев по-прежнему находится под арестом в СБУ. Сегодня в неофициальной беседе Игорь Стрелков, министр обороны Донецкой Народной Республики, сказал о том, что пока разбирательства продолжаются, официальных заявлений никаких на данный момент нет и не будет. И судьба мэра по-прежнему остается неизвестной. Но он жив-здоров. Мы сегодня разговаривали с его сыном, который его видел. С ним все нормально, но процессуальные действия...